Сальто вперед на спину и назад, разные повороты и прыжки – эти элементы выполняют спортсмены 6-го разряда. Для 10-летней Ксении Орлова и ее 8-летнего брата Матвея такие комбинации даются с легкостью. В два года они встали на лыжи, теперь не мыслят жизни без экстрима и соревнований. В Рокси-контесте, в Никс-туре еще мы участвовали, когда разряды еще сдавали. Я много участвовала в соревнованиях Рокси. Мы очень тут нравится, и мы любим тут кататься. Прыжки на батуте – один из этапов подготовки к фристайлу. Сначала в зале оттачивают технику и равновесие, затем тренировка на снежных склонах. Новичков в этой группе немало. Таким видом спорта можно заниматься с пяти лет. Начинают, конечно же, с самых простых комбинаций. Отличаются комбинации сложностью элементов. То есть комбинации могут быть менее сложные, более сложные. И ребята постепенно сдают от первого разряда и до десятого разряда у нас есть комбинации. Помогают постигать азы классической акробатики и современного направления популярного у райдеров опытные тренеры. Все они профессиональные мастера, есть и участники Олимпийских игр. По итогам соревнований все участники получили очередные разряды, а значит, стали на шаг ближе к профессиональному спорту. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.